Сколько тратят татарстанцы на фастфуд и как часто покупают быструю еду? Какие дворы капитально отремонтируют в Татарстане в следующем году уже известно в списке 200 пунктов. И заявление на выплату для школьников писать не надо, его уже сформировали и разослали по личным кабинетам родителей на сайте госуслуг. Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте! Татарстанцы на фастфуд 30% опрошенных питаются быстрой едой. Кстати, это практически самые низкие показатели по стране. Меньше фастфуда едят только в Пермском крае – 17% и в Самарской области – 16%. В большинстве случаев основного рациона жители региона составляют мясные блюда. Далее в популярности ответов идут овощи, крупы, паста. 24% отметили, что не представляют свой рацион без десертов. Рыбные блюда входят в привычное меню третья татарстанцев. Стоит отметить, что мужчины чуть чаще, чем женщины, отмечают, что основу их рациона составляет фастфуд. Так же, как и молодые соискатели в возрасте 18-24 лет. Именно в этой возрастной группе чаще всего встречаются любители фастфуда. В Татарстане определили 200 дворов, которые благоустроят в будущем 2022 году. Напомним, капитальный ремонт придомовых территорий в республике проводят по президентской программе «Наш двор». Сначала жильцами обсуждают, что они хотели бы видеть у себя во дворе, что им нужнее. Например, больше парковочных мест или спортивная площадка. И уже потом приступают к работе. В этом году татарстанцам предложили самим выбрать дворы, в которых будут в ближайшее время делать капремонт. Провели большое онлайн-голосование на сайте госуслуг. 170 тысяч татарстанцев приняли в нем участие. И вот его результаты готовы. Топ 200 приоритетных дворов на следующий год. Из них 65 дворов в Казани. По 18 дворов в Набрежных Челнов и Зеленодольского района. 15 в Нижнекамском районе, по 9 в Ольметьевском и Чистопольском, а еще в Камском устье, Држуновском и Ютазинском районах. Полный список можно найти на сайте двор.татар в разделе «Документы». Было принято решение о том, что за 5 лет привести в порядок все дворы. Лимит на прошлый год и на этот год президент определил по 8 миллиардов рублей на каждый год. То есть 8 миллиардов рублей направляется на дворы ежегодно. Если чисто математически посчитать, практика прошлого года показала, что в рамках лимита 8 миллиардов мы где-то за 6 лет должны реализовать эту программу. Но так в долгую мы планировать не можем и не имеем права в силу закона. Решения будут приниматься уже исходя из экономической ситуации в целом в стране. Какие будут возможности у республики для решения этих задач. Счетная палата Татарстана выявила в республике нарушения на 2,3 миллиарда рублей. На неделе о результатах работы контролеры отчитались в Госсовете Татарстана. Из них 2 миллиарда вернули, восстановили. Чаще всего нарушения находили в организации питания, в школах, лагерях, больницах. На это каждый год республика выделяет 6,5 миллиардов рублей. А причины таких нарушений в недобросовестных поставщиках, которые запаздывают со сроками поставок продуктов, привозят их ненадлежащего качества. Особенно внимательно счетная палата отслеживает, не простаивает ли закупленное на бюджетные деньги высокотехнологичное медицинское оборудование. А на него выделили 7,5 миллиардов. И частое нарушение несанкционированной карьеры по добыче полезных ископаемых. Накануне начался прием заявлений на выплату для школьников. Напомним, ее смогут получить семьи, где есть дети от 6 до 18 лет или лица от 18 до 23 лет с ограниченными возможностями здоровья, которые продолжают учиться. Выплата единовременная – 10 тысяч рублей. Доходы семьи при этом не учитываются. Кстати, большинство заявок на выплату школьникам уже сформированы автоматически. Их разослали потенциальным получателям в их личные кабинеты на портале Госуслуг Российской Федерации. Достаточно перепроверить все данные, банковские реквизиты и отправить свое согласие. Заявление будут рассматривать в течение пяти рабочих дней. Сами выплаты начнутся с августа и продлятся до самого декабря. Это в том случае, если родители подадут заявление позже. Деньги перечислят на тот счет, который будет указан в заявлении. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами. До встречи.